Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий персик, и сегодня мы с вами будем готовить костный майонез из кукурузы. Если быть точнее не из самой кукурузы, а из ее жидкости. Это называется аквафаба, и вместо жидкости из-под кукурузы можно использовать жидкость из-под зеленого горошка или даже из-под фазоя. Нам понадобится кукуруза, растительное масло, горчица, лимонный сок, соль и сахар. Сочное количество ингредиентов смотрите в описании к видео. Мы с вами сейчас открываем банку и отделяем жидкость от самой кукурузы. Кукурузу, конечно, выкидывать не нужно, из нее можно сделать какой-нибудь вкусный салатик. Как назло, когда покупаешь кукурузу для салатов, у нее настолько много жидкости, что ты ругаешься, почему там так мало зерен кукурузы и много воды. Сейчас у меня все наоборот. Мне кажется, у меня здесь примерно 50 миллилитров жидкости. Теперь нам нужно ее перелить в чашу для блендера или в любой другой высоте. Насыпаем сюда сахар, соль, горчицу и лимонный сок. Сахар и соль у меня примерно по половине чайной ложки. Лимонный сок я добавлю 2-3 капли, а горчицу тоже положу половину чайной ложки. У меня, кстати, она зернистая, мне такая нравится больше. Теперь мы берем вот такой вот блендер с погружной насадкой, с насадкой ножи. Не миксер, а именно блендер. И все это дело взбиваем примерно на 30 секунд. Теперь мы берем растительное масло, у меня вот такое вот нерафинированное, тонкой струйкой постепенно его сюда наливаем и каждый раз хорошо взбиваем блендером. Вообще, в принципе, лучше наливать непрерывно и взбивать, но это делать очень неудобно, поэтому можно сделать это постепенно. Немножко налили, пробили блендером и так далее. Мы постепенно добавляем масло, и майонез у нас сначала кажется очень жидким, но потом начинает густеть. Это очень прикольно, прям какие-то чудеса происходят на кухне. Взбитый майонез убираем в холодильник, там он еще больше загустеет и можно будет подправлять им любимое блюдо. Друзья, посмотрите, какой хороший у нас получился майонез. Мне кажется, это отличная замена обычному майонезу на время поста. Если вдруг у вас майонез не загустел, на это есть несколько причин. Во-первых, масло нужно обязательно добавлять постепенно, желательно все-таки добавлять его тонкой струйкой, не прекращая взбивать. Или очень-очень маленькими порциями и каждый раз хорошо взбивать, потому что если налить сразу много масла, то майонез может получиться жидким. Также причина может быть в самой аквафабе. Это, напомню, жидкость из-под кукурузы, консервированного горошка или фасоли. Она тоже бывает разная. На какой-то аквафабе майонез может загустеть очень плохо. Ну и также дело может быть и в растительном масле, как в случае с обычным майонезом. Поэтому пробуйте, экспериментируйте и у вас все получится.